После очередного ЧП на Крымском мосту стало понятно, что каждый россиянин или иностранец, желающий проехать по этой транспортной артерии, является по сути смертником, играющим в русскую рулетку. Ведь никто не может предположить, когда и какая опора моста брушится в следующий раз, унеся за собой жизни людей. Напомним, что подрядчикам, некачественно построившим Крымский мост, были партнеры Путина по разграблению РФ братья Ротенберги. Вы ход специальной операции сейчас в целом оцениваете, но и с учетом вот этого контрнаступления продолжающегося? Положительно. Все попытки противника прорвать нашу оборону, а эта задача, в том числе с использованием стратегических резервов, они не увенчались успехов за все время наступления. Ну а россиян тем временем продолжают пичкать содержимым чемодана Путина всякие морданы, Симоньяны и им подобные. Главная интрига, вы не поверите, совсем не Крымский мост, а зерновая сделка. Либо Украина ударом ответила на непродление сделки, либо это попытка докрутить именно ее продление, чтобы сделать унижение России максимальным. Читать дальше эти бредни невозможно. Открыв третий глаз, посмотрев хрустальный шар, сделав запрос в астрал, пропагандон обещает дальше будет хуже. И в данном случае с ним трудно не согласиться, ибо дальше России действительно будет хуже. Не нужно быть Вангой, а тем более Морданом. У системы этот код прошит генетически, в виде, не знаю, какой-нибудь дополнительной хромосомы. Еще один недоумок пишет о том, что в момент теракта над Черным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США МК-9 Риппер. Дело в том, что он летал не только в момент ЧП. Он там постоянно летает. По сообщениям СМИ, Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. На данный момент это основная версия следствия. В районе атаки у 145-й опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Но есть маленькая загвоздка. БПЛА – это беспилотный летательный аппарат. А если уж правильно писать, то БПП – беспилотный плавающий аппарат. Но кому какое дело? Пипл и так схамает. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров. Интеллект писавшего этот бред выглядывает на поверхность лишь на несколько сантиметров. Главная версия, конечно же, не украинские беспилотные аппараты, не американские ударные дроны, а 23-летняя путинская беспредельная коррупция. Даже такой ответственно-пиарный объект, как Крымский мост, не смогли нормально построить, распилив на его строительстве сотни миллиардов рублей. А оплатили все это граждане России. Продолжаем следить за ситуацией и информировать вас о происходящем. Не забывайте подписываться на ОМТВ, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Мы существуем, потому что вы смотрите нас. Крымский мост – цель номер один для Украины после получения западного вооружения. Такое заявление сделал в интервью журналистам проекта «Крым-реалий» генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко. По его мнению, уничтожение моста лишит россиян возможности подтягивать резервы для войны через закупированный Крым. Дмитрий Марченко командовал обороной Николаева и моим коллегам из проекта «Крым-реалий» он также раскрыл планы Украины по освобождению захваченного Херсона. Марченко говорит, сейчас в городе есть люди, которые спрятали оружие и ждут сигнала от украинских военных. И контрнаступление Украины на Херсон начнется сразу с двух сторон. Давайте посмотрим фрагмент этого интервью. 24 вечера мне написал смс Евгению Мосяку, это зам главкома генерала Мосяку. Я написал, что вижу, наблюдаю, что уже прорвались в сторону Херсона. И сказал, давай я поеду туда, потому что я хорошо знаю местность и буду там очень полезен. Он сказал, да, давай, потому что там не очень хорошая ситуация по Херсону, поэтому ей там налаживай оборону, потому что Николаева сдавать нельзя. Это была такая точка, откуда они могли наступать везде. И на Кривой Рог, и на Кировоград, и на Одессу, то есть во всех направлениях. Понимал, что вот-вот мы стоим на обрыве того, что нас возьмут в кольцо. То есть я видел те силы и средства, которые перли против нас. И как бы осознавая то, что я имею у себя в руках, осознавая то, что имеет там старший начальник, я понимал, что 90% что мы окажемся в кольцо. Николаев не был готов к наступлению российских войск. Не было ни одного окопа, не было ни одного блокпоста, не было ни одного патруля. Ну, просто хаос. Главное, за счет чего удалось удержать Николаев, чтобы город выстоял и остался под контролем Украины? Ну, я скажу, самый главный фактор, который сыграл ключевую роль в сопротивлении Николаева, и в принципе в этом участвовали и херсонцы, это сплоченность. Мы сплотились. То есть мы сплотились, я не знаю каким образом, но Ким делал свои посты, я там собирал военных, я там объяснял, что надо делать определенные вещи. То есть артиллерию распределяли. Как бы мы просто стали одним таким большим механизмом, где каждый делал свою роль. То есть волонтеры кинулись помогать военным. То есть, чтобы вы понимали, люди просто с лопатами выходили вместе с солдатами, копали окопы. Соответственно, рестораны кормили, там передавали пиццы. То есть военные как бы занимали рубежи, то есть выставляли, расставляли технику, огневые средства. Пожарные, ну, ДСНСники, как бы, они там только где-то прилетело, все, они там разрывы, не разрывы, рискуя жизнью, они там, то есть приходили, то есть они таким вот, таким образом поднялся такой моральный дух. То есть, и я видел, когда в селах люди руками останавливали, ну, бронетехнику, это есть даже видео, вы его видите. Мужики! Вам того ничего не приходило, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас! Многие там критикуют Кима. Ким сделал очень большую, очень большую работу, потому что он поднял дух местного населения. Доброго дня, мы из Украины. Сразу скажу, быстро зайду, разгоняют по пабликам, что в 14.00 будет танковая атака на Николаев, не будет. Давайте будем откровенными, если сказать, что это там война против армии Российской Федерации, против армии Украины, это не так. Это война Российской Федерации, армии, второй там по своему количеству сильной и мощи армии в мире, против целого народа. То, что сейчас происходит в регионе, и в Николаевской области, там, в Херсонской, вот как бы вы эту всю оперативную ситуацию сейчас описали? Сейчас мы готовы, то есть сейчас там уже выкопаны три линии обороны. Получается, что тогда и нам будет сложнее Херсон отбить, и Херсонскую область сейчас, как низ колес. К сожалению, да, как бы мы немножко потеряли оперативного, вот этого очень важного времени, как бы дали им возможность немножко укрепиться, но немного. Я скажу, что там сейчас очень хорошо настроена работа отдельных подразделений, которые монотонно, ежедневно бьют по важным точкам, чем самым деморализуют людей. Скажу, как есть, если бы у нас сейчас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает, это техника, вооружение, это артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха, то если бы мы разогнались, поверьте, что они бы остановились уже аж за Керченским мостом. Что такое сейчас вот этот российский солдат? Ну, скажу честно, основная масса российских солдат, то есть да, там есть нормальные, бравые, там, вменяемые парни, но основная масса это как бы люди, которые не нашли себя в каких-то других структурах. Это люди с ипотеками, это люди с кредитами, это, ну, вот, там мало обученные люди, малопонимающие, неразвивающие. Много жителей Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны, которая специально не уходит, которая там спрятали оружие, которая ждет просто сигнала. Никто не собирается сдавать и никто не собирается их оставлять, если там у кого-то, там, какие-то там пробегают мысли, что там, типа, ну, давайте уже остановим на этом войну. Нет, это наша страна, это наши земли. Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране, у нас появился шанс, которого не было за всю историю Украины. Керченский, может, это одна из целей? Да, это сто процентов, это, ну, не секрет ни для их военных, ни для наших военных, ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Субтитры создавал DimaTorzok